Считаю, что самая предсказуемая пара топ-8 в категории 95 килограмм, это Акара, Ангарбаев. Вообще Кадыргаля был бы фаворитом в любом случае с любым соперником, сказал в интервью железному рейтингу Байсангур Солтыханов. О его мнению можно доверять. Наблюдая, как проводят спарринги Ангарбаев, трудно представить, что этого казахского парня, сможет вообще кто-то остановить из представленных атлетов в категории 95 килограммов. Но кто, по вашему мнению, друзья, мог бы составить достойную конкуренцию Кадыргаля? Может быть это Олег Петренко? Или быть может Вадим Олейников? Ангарбаева я считаю фаворитом, поэтому в данном этапе я не хотел бы с ним встречаться. Может это опытный Джон Брзенг? Или не менее опытный Рустам Бабаев? А как считаете вы, друзья? Напишите в комментариях. С таким выставлением я бы никого из вообще тяжелых, наверное, не выиграл бы. Это просто нонсенс. Ну да, антропометрия все решает, но там прессила приложения, точка приложения. То же самое я же говорю, как можно подтягиваться на бочке. Как бы ты сильный не был, ты на бочке не подтянешься. Как вы думаете, если в эту очередь поставить всех атлетов нами перечисленных, было бы то же самое, или все-таки у кого-то есть шанс остановить чемпиона из Казахстана? А мы продолжаем. Некоторые наши подписчики считают, что Леивану Сагинашвили не повезло. По жеребьевке он сразу попадает на очень сильного американца. Его соперником будет очень сильный американец Дейв Чаффи. А как считаете вы, друзья? Легко ли пройдет Леиван Чаффи? Пупсик, не повезло, потому что я выиграю Чаффи. А тебе не повезло, потому что ты будешь бороться с Кубином, который тебя выиграет честно. И будешь выступать и бороться за седьмое и восьмое место. С утра проснулся, увидел ролик. Там Леиван рвет и мечет. Леиван, это ты главный, Дейву не профукай. Иначе тебя за пятое и восьмое место будем смотреть. И убийца придется уже с ним, а не с тобой. Одно можно сказать с полной уверенностью. Нас ждут очень интересные и бескомпромиссные схватки. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем следить за тем, как проходят поединки ТОП-8. А кто еще не видел интервью, снятая нами про Леивана и Диму, обязательно посмотрите, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok